Что ж, начинаем. Слово предоставляю в раме для вводной части небольшой. Спасибо большое. Я на самом деле здесь только для того, чтобы рассказать вам о том, что мы понимаем, что вы наверняка устали уже слушать все эти два дня, да, самые стойкие остались. Уверен, что у вас много чего накопилось, что вы хотите высказать. Поэтому будем рады, если у нас состоится диалог не только между спикерами, которые здесь находятся, но и с вами. Поэтому если есть вопрос, пожалуйста, отсканируйте QR-код. Можете задать вопрос, я его обязательно озвучу. Или вы можете поднять руку, мы вам дадим микрофон для того, чтобы поучаствовать в дискуссии. Небольшой комментарий. За самый лучший вопрос будет мерч от Яндекс.Клауда. Все так, да, у нас на стенде, потом можно будет забрать. Три самых лучших вопроса получат замечательный мерч. Немножко вводное, зачем мы здесь собрались. Облака все больше и больше занимают место в нашей жизни. Очень многие продуктовые команды, IT-команды идут в облака. И зачастую берут за собой еще и команды безопасников. Иногда и безопасники также в пионерах изучают технологии облачные и начинают максимально использовать. При этом тут возникают некоторые моменты, связанные, например, с разделением ответственности, связанные с доверием, со многими аспектами, которые как раз хотелось бы озвучить и обсудить. Поэтому сегодня у нас такой микс из тех, кто представляет облака, из заказчиков потенциальных, да, то есть два противоположных лагеря. И посередине у нас получается между двух огней представитель людей, которые занимаются консалтингом. Вот. Поэтому будет сначала два таких вот доклада. Первым делом выступит Алексей Миртов, Яндекс.Облако, Андрей Иванов, 360, Яндекс.360, который расскажет как раз с точки зрения облачной платформы. После чего послушаем доклад Дмитрия Никифорова из Card Security. Прошу поприветствовать Алексея. Райми, только ты не сказал тему доклада. Тема доклада. А можно? Да, вот, пожалуйста. Сначала, да, обсудим модель угрозы облачных инфраструктур с точки зрения облачной. Да, только мы еще с Андреем Ивановым выступаем вместе. Вместе? Да, да, да. Спасибо, Райми. Всем выжившим привет. Да, собственно, а вообще, можете поднять руки, кто вообще уже использует облако из здесь сидящих? Ну, кроме вот знакомых лиц. Ага, отлично. Так, отлично. Ну, собственно, мы хотим сегодня рассказать про вообще модель угроз, модель нарушителя в облаке. Как вообще ее строить, да, если вы разворачиваете инфраструктуру в облаке? Какие сложности, чем провайдер может помочь, чем может поделиться? Расскажем какие-то специфичные атаки на облако и так далее. Вот. Андрей, дополняй. Наверное, стоит, ну, на всякий случай, небольшой дисклеймер, да, что не ждите от нас каких-то методологических четких выгладок в этой части, потому что мы скорее делимся своим опытом и то, что мы прошли, то, что там переболели, и, как бы, наверное, это скорее наши мысли, нежели чем, как бы, это четкая инструкция, что делать. Вот, поэтому тут, если есть люди с хорошим бэкграундом в консалтинге, наверное, некоторые наши заявления могут показаться спорными, мы всегда готовы их обсудить, но, повторюсь, это наш опыт и наши мысли. Да, то есть мы ожидаем много вопросов, как раз специально для сессии после доклада. Ну, вот вообще, если посмотреть на модель угроз, можно, наверное, разделить на две части, если вы размещаетесь в облаке, это модель угроз и нарушителя самого облачного провайдера и, собственно, модель угроз и нарушителя вас, как клиента, вашей системы в облаке. Вот. И, соответственно, нарушители и угрозы тоже разделяются. У облачного провайдера это свои угрозы, свои внешние и внутренние нарушители, у клиента свои. То есть, например, если вы разворачиваете какой-нибудь битрикс в облаке, то уязвимости, которые есть в битриксе, они будут, естественно, в зоне ответственности, в основном клиента. Да, Андрей, продолжай. Я думаю, что… Короче, кто читал этот документ, который сейчас указан на слайде? Кто знаком с ним? Кто-то считал до конца, да? Кстати, не так много. Ну, в принципе, как вы понимаете, вы, верно, знаете, методик, который вам рассказывает, как надо оценивать угрозы, как надо управлять рисками, достаточно много. И чтобы не рекламировать какую-то конкретную, вот мы просто как пример привели на этом слайде хорошо известный документ на нашем рынке. И, на наш взгляд, вполне себе хороший, качественный документ. То есть, как бы он там раскладывает по полочкам определенные понятия и, в общем-то, рекомендует заниматься там понятными вещами. Но вот никто не сталкивался с мыслью о том, после прочтения документа, а дальше-то что? Вот как это применять в реальной жизни? Особенно, когда мы говорим о каком-то, о какой-то крупной компании с большим количеством IT-систем собственной разработки. То есть, как это все можно использовать на практике, чтобы это не было оторвано от реальности? Вот, наверное, на наш взгляд, и если переключиться на слайд дальше, многие методики страдают, вот именно вызывают сложности именно в том моменте, когда мы пытаемся применить их на практике. То есть, можно стараться там следовать методике и тщательно описывать все, что она рекомендует, собирать все эти угрозы, анализировать их долго-долго и в результате получить какой-то талмуд материалов, который будет пылиться на полке, и его будет очень сложно использовать. Потому что в наших, например, масштабах, если мы говорим об обычных провайдерах, то у нас тысячи микросервисов, огромное количество хранилищ, где эти данные лежат. Все это развивается с той скоростью, за которой обычно невозможно успеть с точки зрения там какого-то прям вот анализа, как это рекомендуют методики. И самое главное, бизнес не может ждать обычно, чтобы мы там полностью верифицировали со всех сторон, собрали там всевозможные факты и потом сказали типа go, not go. Понятное дело, что мы должны уметь устраиваться в процессы бизнеса и установить их там где надо, но вот то, как это рекомендует методология, на наш взгляд, это сделать достаточно сложно. Поэтому обычно, когда задумываешься о том, как заниматься всем этими вещами так, чтобы это давало практический эффект, мы пришли к тому, что нам нужны скорее какие-то такие более agile подходы. И давай, Леш, приключимся на следующий слайд. И получается, что нам на самом деле тот вариант, который мы выбрали, и он также распространен на рынке, хорошо, наверное, знакомое им слово сочетание недопустимых событий, кто слышал этот термин. Ты хотел сказать невыносимые события? В какой-то степени да. То есть смысл невыносимых, недопустимых событий в том, что мы пытаемся определить, чего боится бизнес. Потому что бизнесу обычно сложно понять, что уязвимость в таком-то микросервисе может как-то негативно сказаться на какой-то истории, что нас может из этого атаковать. Бизнес понимает, мыслит более в выскоуровневый термин, например, мы можем потерять 50% клиентских данных наших клиентов. Или у нас случится утечка персональных данных в большом масштабе. Вот что-то типа такого. То есть надо говорить с бизнесом на языке, который ему понятен, поэтому мы сначала определили недопустимые события, а дальше с точки зрения нашего управления рисками, идентификацию гроз, мы любые вещи абсолютно на любом уровне. Это может быть какая-то глубокая уязвимость где-то под капотом. Это может быть отсутствие какого-то процесса. Мы его привязываем к этим неуносимым событиям. То есть когда риск инфицируем, анализируем, мы понимаем, как он влияет на то или иное недопустимое событие. И в результате у каждого недопустимого события в нашем случае есть некий риск-баджет, риск-аппетит. Потому что закрываться от 100% угроз, митигировать 100% рисков, как вы знаете, такая конструкция слабореальная. Поэтому мы в каждый момент времени должны смотреть, а что у нас происходит с каким-то конкретным неуносимым событием, как сказал Лев. И если какое-то количество всевозможных рисков, которые на него влияют, переваливает какой-то порог, то этот сигнал более приоритетно заниматься теми активностями, которые должны митигировать эти риски. Наверное, визуально это показано на этом слайде. То есть с правой стороны этого слайда это то самое неуносимое собрытие или топ-левел угроза типа отечки персональных данных. С левой стороны это конкретные риски. Они могут быть совершенно разные, прилетать из разных источников. И у нас есть какие-то контроли, которые помогают их снижать. И после этого, как обычно, остается какой-то остаточный риск, который продолжает влиять на то самое недопустимое событие. И есть набор прекрасных светофорчиков, которыми регулярно отслеживаем. И за счет этого можем приоритизировать те действия, которые связаны с конкретными рисками. Это на самом деле все сделано ради приоритизации. Потому что вещей, которые слева, рисфакторов, их огромное количество. И приоритизировать их без понимания вот их влияния на то, чего боится бизнес, очень сложно. В этой конструкции это сделать проще. И второй аспект нашего выступления, на самом деле, мы не просто хотим поделиться своим собственным опытом. Мы же как облачный провайдер очень часто сталкиваемся с историей, что клиенты к нам приходят и просят выдать нашу модель угроз. На самом деле это такое регуляторное требование, которое в определенной степени их обязывает это попросить. Оно не так звучит, конечно, но часто воспринимается именно таким образом, что раз мы идем в облака, мы должны понимать модель угроз провайдера и поделитесь с нами вашей моделью угроз. И я каждый раз теряюсь в смысле вот этого действия. Потому что если мы будем выдавать какую-то выписку формальную из модели угроз, это, на мой взгляд, не дает клиентам ровным счетом ничего. Потому что там будут формальные и так понятные слова. Если мы дадим список, например, вот этих недопустимых событий, то у нас их ограниченное количество, они опять-таки все понятны. То есть клиенту это ни холодно, ни жарко, на мой взгляд. Если мы отдавать будем все вот эти детали, которые были на прошлом слайде, то есть риск-факторы, подробно, что мы с ними делаем, как мы митигируем каждый из них, то это, наоборот, уже информация, которая кажется слишком опасной. То есть если мы будем распространять ее по рынку, это может быть использовано против нас, как против провайдера. И получается, что непонятно, зачем нам вообще всем этим делиться и как клиенту все это на самом деле на практике использовать. Да, давай я здесь продолжу, что на самом деле выдать выписку из модели угроз, это не так сложно. Гораздо сложнее разобраться, что на самом деле нужно клиенту. Что же ему нужно, да, с нашей точки зрения и в ходе нашего опыта, это клиент должен, на самом деле, хочет убедиться, что провайдер достаточно зрелый с точки зрения безопасности, что не будет негативного влияния на его текущий комплайнс в связи с тем, что он вдруг начал использовать облако. И то, что облако может также помогать защищать систему клиента различными сервисами, продуктами или рекомендациями. Вот. И также клиенты обычно хотят понимать вообще, как будут работать их процессы. То есть они хотят быть информированы об инцидентах, которые затрагивают именно их данные. Они хотят информироваться об уязвимости, которые могут привести к инцидентам с его данными. Например, если там в каком-нибудь open source компоненте облачном вдруг обнаружена какая-то уязвимость, конечно же там клиенты хотят об этом узнать, быстро пропатчить или там получить какие-то рекомендации от облака. Вот. И третье, это наверное клиенты хотят содействия в расследовании. Ну, например, произошел какой-то инцидент, мы как облачный провайдер можем предоставить различные логи, помочь в расследовании, поделиться своей экспертизой своего security operational центра и так далее. Вот. Ну и вот четвертая часть, это прозрачность. Это вот то, над чем мы работаем, это возможность выдавать какие-либо события о, например, подключении к доступу клиенту, клиентских данных. Например, если в случае какого-то инцидента или суппорт-тикета нашему инженеру облачному нужно с разрешения клиента подключиться там к базе данных или к виртуальной машине, еще куда-то. Вот. Вот мы хотим, чтобы это происходило прозрачно для клиента, с его согласия, и он получал соответствующие события об этом. Вот. Но также к нам частенько приходят и некоторые представители безопасности, которые просто говорят, выдайте нам все логи с ваших хостов виртуализации и так далее. Вот. И хочется здесь разобраться и подискутировать на эту тему. Давайте представим, что вы разрабатываете, например, приложение интернет-банка и его, естественно, используют клиенты. И какой-нибудь клиент, один из клиентов придет и скажет, что он хочет, он обеспокоен безопасностью, да, и он хочет получить все события с хостов, с операционных систем, с баз данных вашего, да, там, стенда разработки этого приложения. И все ходы ваших администраторов на хостоге, в общем-то, это работает, это приложение. Да, да, то есть вроде как бы технически можно это сделать, но вопрос как бы зачем, что как бы клиент будет с этим делать, да, как это поможет ему обезопасить, да, использование этого приложения и так далее. Вот. Это непонятно. Поэтому здесь кажется, что на самом-то деле нужны не все логи, да, а именно подтверждение, что вообще уровень безопасности на достаточном уровне, это сторонняя сертификация, это баг-баунти программы, пентесты и прозрачность со стороны провайдера. Вот. И как мы над этим работаем, здесь мы как бы не то чтобы изобретаем велосипед, мы тоже используем общие практики зарубежные в том числе. То есть это различный функционал прозрачности, наверное, не буду сильно в детали вдаваться там. У нас есть комплайнс-портал также, где можно прийти и заказать, например, свежий отчет об анализе защищенности, да, и посмотреть, насколько облако защищено и то, что это проверено внешними пентестерами. И переходя уже к практике, какие вообще могут быть самые популярные атаки на облачную инфраструктуру. Начнем с таких базовых. До сих пор это DDoS-атаки, в том числе, это взлом баз данных через слабые пароли, слабые порты, это уязвимости open-source приложений и так далее. Вот. То есть, но на самом деле эти же атаки актуальны для обычного центра обработки данных, да, не только облачного, вот, но есть также и специфичные атаки именно на облака. Небольшое такое, небольшое вводное, что раньше, может быть, те, кто использовали там внутренние облака, привыкли к тому, что есть определенный портал, например, в MWire, в Cloud Director, где можно накликать себе виртуальную машину, там, поуправлять ими и так далее. Сейчас же более продвинутые компании уже используют подход инфраструктуры как код, используют терраформ. Что это такое? Это когда мы можем описать нашу конфигурацию, например, виртуальной машины прямо в виде кода, что там нам нужно столько-то CPU, столько-то RAM, и, в принципе, этот код выполнится, и вам там поднимется виртуальная машина, грубо говоря. И это на самом деле и удобно, и безопасно, вот, но в то же время есть определенные специфичные атаки на вот эти терраформ конфигурации, на CICD-систему, где это выполняется, вот там открытые бакеты. Это тоже нужно иметь в виду при составлении модели угроз. Вот, и здесь, Андрей, расскажи, может быть, про специфику именно. Да, здесь, так как Леша представляет Яндекс Клауд, это скорее инфраструктуры, сервисы, платформы сервиса, я сервис 360, Яндекс 360, который является классическим софтвером сервисом, специально на отдельный слайд вынесли ну, некую специфику соасных сервисов с точки зрения там атак, угроз. На самом деле, конечно же, специфика сильно больше, нежели чем на слайде, но вкратце основная идея заключается в том, что в случае соаса ваша идентифика, ну, то есть идентифика, с которым ходят пользователи соаса, оно приобретает еще большую важность в сравнении с иасом или поасом, потому что есть в иасе и поасе, вы потенциальные свои сервисы, которые вы там размещаете, можете спрятать по привычке, как это вы привыкли в импремии делать за сетевой периметр, то в случае соаса такого варианта нет как бы от слова совсем, то есть как бы там вся как бы проверка, она сосредоточена над идентифика, над как бы возможностями различными там многофакторами унификации, какими-то кондишенными аксессами, но это все крутится вокруг вашей учетной записи, поэтому безопасность учеток пользователей, организации, которые используют соас, она при использовании опять-таки соас приобретает гораздо большую значимость, нежели чем, когда мы используем и ас, и по ас, хотя и в ас, и по ас, безусловно, это тоже очень важно, потому что в случае ас, по ас обычно в сервисы используют администраторы, то есть у них полномочий больше, но и обычно они более опытные. Ну и на самом деле, если не ошибаюсь, завершаешь, да, слайд? Да, да, завершаешь. Что с одной стороны мы тут перечислили, чем провайдер может помочь в защите, но и возвращаясь к нашему размышлению о том, что вы, что вам правильно просить от провайдера, это, наверное, ну не какую-то там формальную модель угроз, которая не дает вам, на мой взгляд, никакого бенефита, никаких преимуществ, пониманий, что происходит, а когда вы идете в какую-то технологию, как обычно, вы должны со своей стороны понять те риски, те угрозы, которых вы боитесь, и прийти, обсудить их с провайдером, если вы понимаете, что вы без провайдера с этими рисками разобраться не можете. Ну, например, угроза, что ваши данные будут потеряны в случае там сбоя оборудования на площадке провайдера, вполне себе ну как бы правильная мысль, и вы там в принципе вправе у провайдера запросить о том, что он предпринимает, как это выглядит, вообще какие варианты доступны, чтобы митикировать эту угрозу. Ну и многие другие угрозы можно обсуждать таким же образом. Основной тут, наверное, посыл, что не требуйте от провайдера какую-то там непонятную выписку для формальной гавочки, а пытайтесь вместе с ним продумать, какие риски есть при использовании его технологий. Эти риски могут быть связаны как непосредственно с инфраструктурой на стороне самого провайдера, и здесь вы можете полагаться на его открытие с честностью и сертификацией, которую Леша рассказывал, либо связаны с тем, как вы это используете. Например, та же безопасность учетных записей или настройки доступа, когда вы используете облака, это скорее зависит больше от вас, а мы как провайдеры можем лишь дать вам полезный инструмент для того, чтобы вы могли удобно и безопасно всем этим управлять. Как вот здесь указано на этом слайде. Понимаете, что мы занимаемся инфраструктурной работой, то есть обновляем свои компоненты open source, но мы также можем вам сигнализировать каких-то проблемах безопасности в зоне вашего на самом деле контроля, то, что вы контролируете, например, как настройку доступов либо еще что-то. И, конечно же, мы делимся с вами логами, потому что мы облака, как и любая иммерционная система, пишет логи. Вот именно тот уровень логов, который действительно вам полезен, о том, что делают ваши пользователи и ваши сервисы внутри облаков. То есть эти логи пишутся, эти логи могут отдаваться вам в CM или какие-то другие системы. Ну что, перейдем тогда уже к части дискуссии, да, наверное. Нет, погоди, не забегай вперед. Это был тизер, тизер. На всякий случай мы еще раз разместили QR-код для подготовки вопросов, отправки. А у меня пас такой в зал. Коллеги, кто-нибудь у себя занимается оценкой рисков компании? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Не густо. А вот представитель ЦБ почему-то руку не поднял. Затихарился регулятор. Окей. Спасибо большое, ребят, за подводку. Спасибо. Сейчас у нас второй доклад по роли compliance менеджера в заказчике и где там у нас в провайдере заказчики. Заказчики. Дима Никифоров. После второй подводки мы начнем дискуссию и прошу уважаемых коллег в зале активно принимать участие в дискуссии. Хочется, чтобы она была такая более горячая, жаркая. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Да, спасибо. Мы довольно часто делаем проекты как по приведению в соответствии к какому-нибудь стандарту безопасности. Так и по сертификации или аттестации или чему бы то ни было. по этим стандартам. И довольно часто мы закончили проект, все хорошо, клиенту выдали бумажку, клиент радостный, у него все получилось. И мы клиенту напоминаем, что для него на самом деле все не закончилось, а честно говоря, только началось. Есть довольно большое количество операций, которые необходимо осуществлять для поддержания статуса соответствия, для того, чтобы все работало, все продолжало быть защищенным и чтобы эту бумажку можно было получить заново через год или через два. Собственно, вот об этих операциях я и хотел сегодня рассказать. Ну и начнем с простого. Очевидно, сертификат имеет срок действия и в какой-то момент нужно не забыть его продлить и позвать кого-нибудь для этого. Кроме того, в качестве примера я указал PCI DSS. Если какая-нибудь компания использует подрядчиков или сервис-провайдеров, COD, облака, неважно, то во многих ситуациях эти подрядчики тоже должны быть сертифицированы в PCI DSS и у них периодически нужно проверять, ну не забыли ли они продлиться. Опять же, возникает задача про получение от подрядчиков, от сервис-провайдеров их документов об их соответствии. Ну и, очевидно, требования периодически меняются. Вот опять же, из свежего это PCI поменял версию, PCI DSS, и одно из положений Банка России обновилось с 719 номера на 821 номер. Требования тоже чуть-чуть поменялись. Не то чтобы прям страшно, но это новое положение. А дальше будет понарастающий. Ну, чуть-чуть понарастающий. Пример. Захотели вы перевести ваш сертифицированный или аттестованный сервис или приложение в SOT? SOT сертифицирован, аттестован, много залов, много клиентов, много людей бегает. SOT вам предлагает выбрать на выбор вот стоечку без окон, наоборот, с окнами, но без дверей или вот огородить ваши стойки забором, с камерами, может быть, даже под током. SOT может сделать все, что угодно. Что вам нужно, зависит от, как рассказывал Андрей с Алексеем, вашей модели угроз и от ваших требований. Иногда это прям ограничено. И вот стойка без дверей чаще всего не подойдет. Вам нужно понимать, кто к вашей стойке и к вашему оборудованию подходит. Кроме этого, например, вы опять же хотите переехать, ну, допустим, уже в облако, и облако сообщает, что оно сертифицировано по PCI DSS. Только облачных же сервисов бывает разное. Бывает банальный EAS, получение инфраструктуры, бывает что-нибудь поинтереснее, посложнее управляемые базы данных, как какие-нибудь балансировщики, как управляемые средства защиты. А возможно, они не сертифицированы по тому стандарту, который нужен вам. То есть нужно проверять, какого подрядчика вы можете заехать, выполняет ли он все эти требования и, кстати, какие требования. То есть, ну, хотя бы составить перечень. И так при любых существенных изменениях, особенно затрагивающих взаимодействия с сервис-провайдерами. Опять же, про ту же тему. Если вы переезжаете в облако, есть разные сервисы, у них есть разная зона ответственности и разделения, граница между вами и сервис-провайдером, не все, что вам нужно сделать, может сделать и будет делать ваш провайдер. Нужно прикинуть, что остается в вашей зоне ответственности и что вам нужно сделать, чтобы продолжать получать подтверждение вашей защиты и чтобы ее, в принципе, реализовать. Нужно сформировать некую сумму требований ваших самим себе и, как следствие, ваших к подрядчику. Ну, или к сервис-провайдеру. Из очевидных вещей это, как минимум, как вы будете подключаться к вашей инфраструктуре, как вы будете управлять вашими собственными учетными записями, в том числе на уровне админки сервис-провайдера. Ну, а дальше уже начинаются совсем продвинутые вещи. Не все вещи, не все требования способны какой-нибудь сервис-провайдер в принципе выполнить. Например, актуальная сейчас тема с недопустимыми событиями или с операционными рисками. Что делать, если с сервис-провайдером что-нибудь случится? Вот вам сколько нужно сервис-провайдеров на одну и ту же функцию или на одну и ту же систему? Один или два? Или один, но с несколькими цодами? Или один и с несколькими цодами в разных территориях страны или может быть только города? А сервис-провайдер вам не ответит. Это ваш вопрос. Так вы подключаетесь к облаку и подключаете систему в облаке к интернету. Опять же, одним каналом, двумя каналами, десятью каналами. Может быть, вообще не к интернету, а к себе. Защита от риска технологической зависимости. Как в принципе вы хотите взаимодействовать с одним или несколькими сервис-провайдерами и как выходить? Входя в какой-нибудь контракт, неплохо бы понимать, как его можно закончить. Это в том числе к словам Андрея, что с сервис-провайдером можно и нужно садиться и договариваться. Какие-то условия, их не бывают штатными, не бывает по умолчанию, их в любом случае надо обсуждать, об этом лучше не забывать. Ну и неприятные вещи, но опять же, к ним лучше готовиться заранее. А что вы будете делать и что будет для вас делать ваш подрядчик, сервис-провайдер или цот в случае, если у вас случился инцидент или у подрядчика случился инцидент, или вы понятия не имеете, случился ли он, и вам нужно это проверить. Опять же, достаточно популярная сейчас тема атак на цепочки поставок. Вот есть у вас какой-то сервис-провайдер, и вы в новостях прочитали, что его взломали. Вы это должны были в новостях прочитать или как? Опять же, об этом лучше договариваться заранее. Ну и бонусом, если вы сами сервис-провайдер, причем я не имею в виду исключительно облака, любые системы управления удаленным согласованием для страховых, какие-нибудь системы отправки рассылок, какие-нибудь системы управления курьерами и логистикой, которые вы продаете открытому рынку, это же тоже сервис, это тоже сервис-провайдер. Таким образом, если вы сами являетесь сервис-провайдером, то вам уже придется самим придумывать, какому набору требований безопасности для ваших клиентов вы хотели бы соответствовать и где провести границу ответственности и как обработать все эти вещи вам самим в взаимоотношениях с вашими клиентами, про которые я проговорил про выше. Это, наверное, все то, что возникает после получения первого сертификата или аттестата. That's all. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню про то, что мы очень хотим с вами построить этот диалог. Я хотел также обратить внимание на один из слайдов. Можно слайды вернуть? Там в конце должен быть. Да. Значит, обратите ваше внимание на этот слайд, ну, точно, этот график, где расчерчена ответственность за задачи, различные задачи безопасности, если использовать облака. И, наверное, хочется раскрыть получше вот эту историю и начать диалог с этого. Да. Это вот как раз история, связанная с доверием к облачному провайдеру, которая складывается из многих кубиков. И в первую очередь хочется поговорить о разделении ответственности, потому что это один из первых вопросов, которые возникают у клиента, который планирует переместить или разместить свою инфраструктуру в облаке. И, соответственно, давайте поговорим о разделении ответственности. Вопрос будет адресован в две части, в два лагеря. Клиентам Станислав и Артем и облачные провайдеры, представители облачного провайдера, наверное, Андрей и Алексей. Давайте подискутируем. Кто первый начнет? Давай начнем, может, с вопроса как-то из зала, чтобы оживить немного людей. Лес, рук вижу. Вот. А можно микрофон? Тут, кстати, накопилось пара вопросов, пока вы выступали. Да, коллеги, добрый день. Яковлев Василий, компания Ксела. Такой вопрос, а готовы ли вы раскрывать процедуры кибербезопасности для своих заказчиков и немного больше пускать их с аудитом этих процедур? Ну, либо их, либо третья сторона. Спасибо. Так, ну, я за облаком могу сказать, что мы раскрываем регулярно свои процедуры, там частично даже на сайте у нас прямо расписано, как мы защищаемся сами. Вот. Сертификаты сторонних проверок у нас тоже есть на сайте. Вот. Что касается аудитов, тоже бывает так, что мы собственно некоторым клиентам предоставляем определенные данные в рамках аудитов, идем на встречу, здесь как бы все в порядке. Андрюх может дополнить. Я тут, наверное, дополню, такая небольшая обратка. Готовы ли вы проводить этот аудит? В том плане, что тут же надо определиться, что вы подразумеваете под аудитом. И если мы имеем в виду такой некий полноценный аудит, то по-хорошему вы видите его программу и критерии, ну и так далее, и тому подобное. Короче, из моей практики, ну прежде всего, тут за Яндекс.Облако скажу, так как имел к этому тоже непосредственное отношение, это даже в контракте зафиксировано, что при необходимости, что аудит возможен со стороны клиента. Другое дело, что никто так с явным аудитом так и не пришел, потому что это сложно. В какой-то степени аудитом, наверное, можно считать опросники со стороны клиента, ну как раз таки то, наверное, о чем я говорил в рамках выступления, что если клиент продумал то, чего он боится и за что он переживает, он может выразить это в виде опросников и просить это заполнить. Такие аудиты происходят что в Яндекс.Облаке, что в Яндекс.Три.60 на постоянной основе. То есть все крупные компании, конечно же, хотят получить какой-то достаточно детальный ответ, как бы, как делаются те вещи, как делаются эти вещи. На мой взгляд, это, конечно же, не совсем аудит, но это необходимая стадия, которая для крупных компаний должна существовать в любом случае. Если кому-то интересно погрузиться, как вот аудиторы делают, вплоть до того, как внутри доступы выстроены, как там действительно ли вольные сотрудники исчезают из списков и больше не имеют возможности там ходить в прот или там дергать какие-то ручки. Это в принципе, на мой взгляд, все тоже можно, но это просто надо более тщательно проговаривать и планировать. У компаний и аудиторов этот опыт есть, они, ну, как бы, знают, как делать этот проект. У клиентов обычно такого опыта нет, но мы, в принципе, открыты. Ну, именно для этого это и придумывают стандарты по безопасности, чтобы можно было проводить аудиты и предоставлять какие-то результаты этих независимых аудитов. Но хотелось бы вернуться к первоначальному вопросу и выслушать ожидания со стороны клиентов с точки зрения разграничения ответственности и ожидания со стороны облачного провайдера и как готовы облачные провайдеры, ну, конкретно Яндекс.Облако, это реализовать. Артем? Да, коллеги, тут уже не раз говорили про доверие и самый главный вопрос, что, окей, компания получилась нужную сертификацию, прошли какой-то уровень пин-тестов, CTF и так далее, но всегда же есть вероятность того, что компания Облако, не обязательно Яндекс, наймет каких-нибудь подрядчиков, которые, можно так сказать, ноунеймы на рынке, в которых нет какого-то доверия, но сертификаты не выдают, проводят пин-тест, в которых также показывают, что все хорошо, уязвимости нет. И мне, как заказчику, всегда хотелось бы, чтобы сертификации, пин-тесты или прочие анализы защищенности всегда проходили каким-нибудь хорошим подрядчиком. Не будем сейчас называть имен, но это сразу бы влияло на подписание договора с Облаком. То есть, если компания не идет навстречу и говорит, что мы будем работать только со своими подрядчиками, то это сразу желательно прописать договором. В части страхования каких-то рисков или ответственности за это, что ребята, мы согласны, что выбирая, оставляется его подрядчика, но тогда сумма договоров может как-то меняться. Вот. Естественно, хотелось бы вопрос, насколько компания как Облака готова идти на уступки заказчика в части выбора каких-то подрядчиков для анализа защищенности Облака? Слушайте, мы, кстати, я сейчас понимаю, что мы не представили спикеров. А их представляли в начале. А. И подписаны, между прочим, кресла. Да, насчет вопроса, на самом деле, здесь все просто. У нас на самом деле даже есть инструкция прямо, как правильно предупредить нас о том, что вы собираетесь провести, например, пин-тест, и клиент может обычно выбрать вообще любого подрядчика, если, например, по какой-то причине он там менее доверяет тому подрядчику, который там провел пин-тест, например, в прошлом году у нас. Вот. То есть можно взять как это, bring you on пин-тестерс, вот, и провести спокойно. Да, ну тут смотрите, например, вы выбрали подрядчика, не знаю, какой-нибудь фрилансеров нашли, у которых есть ненужные лицензии. Нет, ребят, так не подходит, пожалуйста, выберите там условных топ-10. У них ценник, соответственно, разительно выше. Готовы ли вы пойти на это, лишь бы умаслить своего заказчика? Ну, мне кажется, что мы в любом случае выбираем обычно подрядчиков из топ-листа, как бы у нас там нет каких-то ограничений по бюджетам на безопасность. Мы даже на прошлом скейле, по-моему, даже прям цифры раскрывали некоторые потраченных денег на безопасность от облака. то есть у нас здесь нет цели, как бы, да, на этом сэкономить, поэтому, мне кажется, да, здесь можно либо привести собственного подрядчика, либо вот. Артем, мне кажется, это вопрос к облачным провайдерам из списка топ-50 где-то ближе к концу. Станислав, а у тебя что болит с точки зрения разграничения ответственности? У меня с точки зрения разграничения ответственности вопрос, наверное, один. У нас, как у заказчика, есть рисковая модель наша, и модель нарушителя, модель угроз и прочее. Как правило, они разнятся, наши модели разнятся с моделями провайдера, в данном случае облако. И у меня болит вопрос, готово ли облако обсуждать для конкретно нас, как заказчика, разницу в наших моделях и менять что-то в своей. По-моему, Андрей, как раз ты про это же рассказывал на докладе, может быть, тебе это слово предоставить, я дополню. Ну, обсуждать точно, да, как я уже упоминал, что в целом открытость и прозрачность для облачного провайдера, поставщика облачных сервисов, это такой необходимый ингредиент для того, чтобы работать с рынком, особенно с крупными компаниями, потому что черный ящик покупать не хочется никому. Вот, поэтому обсуждать точно, да. менять, это как раз вопрос, конечно, более сложный, то есть он требует определенных обоснований, если мы понимаем, что требования по изменению ничего бы то ни было разумны, и оно, скорее всего, будет выражено не одним единственным заказчиком, который почему-то так захотел, то в целом, да, в рамках развития Яндекс.Облака мы такое проходили не раз. Вот, один из, если говорить про детали, если ничего не путаю, одним из изменений, например, которое мы вносили, это уведомление там клиента на как бы специальный адрес. Вот, как бы мы начиналось все от того, что все уведомления шли на отдельное, на один адрес, к нам ряд клиентов обращался, к Яндекс.Облаку обращался с просьбой для security сделать возможность уведомлять на специальный адрес. Вот, и это было сделано как в рамках наших процессов внутренних, так и в рамках договора было прописано. Еще можно дополнить, что у нас же есть еще активность с финсектором по поводу разработки матрицы рисков. То есть мы здесь как бы вместе с крупными банками хотим разработать матрицу рисков, которые будут применимы, согласованы и, наверное, учтены облачными провайдерами в будущем, не только нами. Слушайте, тут есть вопрос в тему из зала. Можно? Давай. От Екатерины. Она задает вопрос следующий. Можете поделиться мнением, что вы думаете об отчете по SOC 2 в качестве подтверждения защищенности контура провайдера? Наверное, вопрос к залу тоже. Очень интересно узнать ваше мнение. А кто готов на вопрос ответить? Мне кажется, его Диме правильно всего знать. Да, тут, наверное, вопрос к заказчикам или к Дмитрию. Давайте я попробую ответить. Я думаю, если приведен анализ еще на SOC 2, это, конечно, добавляет множество плюсов компании, так как SOC 2 достаточно тяжелый аудит и смотрит, условно, на то, что произошло ранее. Всегда заказчику это будет плюс. Он будет более уверен и как-то более лоялен к тому провайдеру, который будет предоставлять услуги с текущим сертификатом. Артем, я правильно тебя услышал, что если ты увидишь у провайдера результаты аудита SOC 2, ты уже не будешь просить проводить пентест и сток 10 пентестерами? Не совсем. Все-таки тут такой же хороший вопрос, что опять кто проводил этот SOC 2 отчет, предоставлял как подрядчик. И если я достаточно буду уверен, что компания, которая делала тот отчет, то возможно, я пойду на уступки. Я скажу, да, хорошо, ребят, я согласен с тем, что у вас все хорошо проведено, я знаю эту компанию, я имею к ней доверие и тогда я буду готов уже идти на уступки в части каких-то жестких требований, в части анализа защищенности. Но тут же дорога с двухсторонним движением. Ты же понимаешь, если ты жирный клиент для облака, то тебе пойдут навстречу. Если ты такой SMB и готов на условно 200 тысяч в месяц тратить, то диалог, наверное, будет не очень эффективный. Ну, конечно, это все зависит от количества набранных услуг. Это опять же все-таки бизнес, деньги и так далее. Никто не будет как большой Яндекс.Облака прогинаться под, не знаю, компанию с оборотом там, не знаю, 100 тысяч в месяц. Ну, это грубо, конечно, сказано. Но если компания приносит много денег и облаку, но и также зависит и сам заказчик, что у него там час простой будет равен там 100 миллионов потерь, то тогда придется идти на уступки и тем и другим. золотые слова. Кстати, про деньги. Мы как-то про разгончение ответственности забыли поговорить, я решил подперчить немножко дискуссию. А готовы ли облачные провайдеры отвечать деньгами за инциденты? И это плавный переход про управление инцидентами? Кто возьмет на себя удар? Я могу попробовать. Хотя это, пожалуй, самый такой тяжелый вопрос. Почему тяжелый? Потому что мы же не так давно говорили про разделение ответственности. Вот. И, соответственно, случай инцидента, как понять-то, кто в итоге-то за это ответственен. В целом, если есть внимание, обычно в рамках расследования инцидента оно может сложиться, что виновен в этом назначено провайдер, то, наверное, такая ответственность должна браться. Но судя по тому, что я вижу на рынке, и это не только про наш рынок, но и про западный рынок, так не делают. Может быть, потому что в том числе если немножко отойти и отойти, и вот есть банальные автомобили, по вине производителя тоже можно нарваться на неприятности в автомобиле. Теперь пострадавшим обычно никто не бежит и деньги не предлагает. Все это решается через суд. Кажется, что практика пока, по крайней мере, есть два варианта. Либо идти судиться, и нормальный провайдер, конечно же, если действительно его вина должен быть заинтересован, чтобы в досудебном порядке все это решить, либо как-то решать этот вопрос через киберстрахование. Но вот таких подходов, чтобы мы как-то фиксировали четкие компенсацию в договорах, кроме абсолютно понятных, то есть в договоре уже сейчас фиксируются вещи, связанные с компенсацией услуг. То есть если там что-то по вине провайдера SLA не соблюдается, я даже сейчас об этом, кстати, не говорю, но это в принципе есть, что если SLA не соблюдается, естественно, как бы эту плату за услугу, которую платили, здесь будет компенсация. Тут все понятно и просто. А как вам компенсировать тот ущерб, который вы понесли в связи с этим? Вот здесь уже, мне кажется, в договоре ты ничего не опишешь, это только можно через суд как-то разбираться. Это судебная практика. Вот по памяти, ты же, если я правильно помню, лет пять назад здесь же на магнитке выступал от лица одного большого вендора на букву М. И мы тоже обсуждали про облака. А можешь ли ты вспомнить практику вот этого большого замечательного вендора, как они решали эту историю? И были ли вообще, кстати, кейсы связанные с утечкой, когда была доказана, наверное, вина облачного провайдера? Такие кейсы, на мой взгляд, были, потому что большая тройка, как мы называем, вендоров облачных, всем известных и давно ушевших отсюда, они такую информацию публикуют, после расследования они находят в себе силу публиковать истории, связанные с их покапами и об этом рассказывать рынку. Но что происходило с точки зрения компенсации, это никому неведомо, насколько я знаю, те подходы, которые были тогда, это, как я сказал, это судебные разбирательства, которые, скорее всего, решались в досубденном порядке. Но это мое предположение. Вот интересно, есть ли у кого-то практика страхования таких рисков именно в страховых компаниях? Леша, вот честно говоря, по памяти еще в 2012 году мы с несколькими страховыми компаниями начинали прорабатывать именно страхование киберрисков и за 12 лет жалко, нельзя выражаться, но ничего не изменилось. То есть они обещают застраховать, если проходит инцидент, они не выплачивают деньги или как? Дело в том, что страховым, особенно для страхования киберрисков, например, в банковской сфере, в случае каких-то потерь на стороне банка, страховая сумма может быть равна условно стоимости Боинга, и страховая банально может разориться. Поэтому нет, эта тема потихонечку отскакивает, но я, конечно, могу ошибаться, возможно, Дмитрий, если захочет, эту тему может прокомментировать отдельно, но на мой взгляд, рынок страхования киберрисков в России, он находится совсем в зачаточном состоянии и не готовы страховые оказывать эти услуги. А можно если вернуться на шаг назад про инциденты, тут есть тоже вопрос из зала от Вадима. Он ссылается на вчерашнюю сессию, где одну из сессий вчерашних здесь, где Иван Меняев из НКЦКИ озвучил мысль, что не обо всех инцидентах в частности КИИ компании информируют. Довольно большой процент сокрытия. Есть ли какие-то инструменты подтверждения, что вся информация по безопасности и состоянию облака достоверна и полна? Вот такой вот интересный вопрос. Тут скорее вопрос немножко переформулировать, какие инструменты Яндекс.Облако может предоставить своим клиентам по доставке событий безопасности для анализа на своей стороне в соке и какой-то обсервабилити, наверное. инфраструктуру и возможно ребята Артем Станислав тоже какие-то свои вопросы могут добавить, накинуть на вентилятор. Да, вот у меня есть один вопрос. В случае опять же инцидентов допустим что-то произошло у провайдера в облаке. Это случилось и потом пошла уже утечка у самого заказчика. Она произошла, это уже как совершился факт. Дальше расследование и тут заказчик находится в очень уязвимом положении, потому что все предоставление логов и логирование всего соков что произошло лежит на стороне облака. Если облака не захочет, оно может сокрыть их возможно. То есть пойдет судебное разбирательство, где будут призываны эксперты из различных компаний расследований и облака может условно их сокрыть. я не говорю именно имен кто именно может быть но не суть. И в данном случае заказчик находится в уязвимом положении, потому что вина будет тяжело доказана и возможно будет препятствие к получению каких-то штрафов по договору и прочему в суде, потому что банальных могут скрыть. Слушай, Артем, мне кажется эта история же вопрос договоренности на берегу, когда заключается контракт и опять же разделение зоны ответственности. Что должен предоставить облачный провайдер и заказчик должен четко понимать а что он хочет получить и прописать SLA на предоставление этой информации. Действительно там те же банки должны в течение первых трех часов сообщить FinCert информацию об инциденте. А для этого нужны события. Вопрос тогда вот ребятам из облака а что Яндекс.Облако предлагает с точки зрения инструментария для получения событий из инфраструктуры? Ну в целом это наверное вопрос больше про доверие про репутацию потому что наверняка облако не заинтересовано в том чтобы были какие-то судебные разбирательства и так далее. Вот в любом случае когда клиент идет в облако он кажется должен какой-то кредит доверия иметь к обычному провайдеру. Аудит персонала межсервисный доступ все необходимые логи у нас там и в договоре прописано время реакции на инциденты в случае когда затронут данные клиента вот но опять же повторюсь здесь каких бы ни были инструменты если улучшный провайдер там как бы захочет что-то скрыть наверняка всегда это можно сделать просто нет такой цели и интереса в этом. Ну мне кажется для улучшного провайдера история там с потерей доверия и репутационные риски это прям из разряда невыносимых событий. Вот так да. Я тут наверное бы добавил и разделил вот эти вот эти истории с точки зрения логов и кстати мы тут все вот яндекс облаком немножко обидно тут же есть яндекс 360 еще извините короче на примере как раз наших логов ну во-первых есть логи уровня пользователей которые как я рассказывал они должны видеть и на примере логов яндекс 360 например это логи там что сотрудник вашей организации зашел на свое дисковое хранилище который называется яндекс диск и какой-то файл там разместил или изменил или удалил вот эти все логи это те логи которые вы должны видеть и они естественно вам поставляются и могут забираться к вам в CM там через различные инструментарии а можете через веб интерфейс смотреть то есть кому как удобнее вот но есть логи естественно наиболее нижнего уровня то есть логи уже той инфраструктуры где все это крутится условно говоря если вспоминать про яндекс почту там есть микросервис как бы доставки почты он крутится в контейнере на каком-то сервере вот лог как бы захода нашего какого-то администратора или разработчика в этот сервер если вдруг ему там каким-то по каким-то причинам захотелось мы естественно вам не отдадим потому что он вам ничего не скажет вот он скажет нам как безопасности и мы будем там рассмотреть и разбираться зачем он туда пошел и что он там делал на этом сервере то есть это все под мониторингом но внутренней безопасности облака клиенту ну клиенту этот лог ну лишь это будет создавать неудобное ощущение что что-то происходит а я не понимаю что Станислав что-то хотел сказать я хотел сказать что просто при заключении договоров между заказчиком и оператором провайдером облаком необходимо повышать прозрачность технологических процессов процессов информационной безопасности между тем и другим между компаниями в этом случае будет значительно меньше проблем при страховании киберрисков в том числе я тут а как ты себя видишь повышение этой прозрачности словами в документе боковками просто описание процессов при возникновении тех или иных ситуаций да конечно оператор может выгрузить любые логи никаких проблем нет но если доступ к логам будет независимо от выгрузки либо постоянно либо по запросу на мой взгляд это будет это значительно повысит уровень доверия между заказчиком и исполнителем это вопрос который задавал по возможному инструментария насколько я знаю в облаке есть инструмент CloudTrail который позволяет отливать события в инфре под действием с виртуалками на сторону заказчика правильно же все так да вот и мы как клиент Яндекс.Облако точно так же получаем эти события себе всем и анализируем для дальнейших событий так мне кажется можно пойти дальше про инциденты мы немного поговорили следующая ступенька доверия это наверное соответствие требованиям ИБ и вот здесь пас можно передать опять Диме и коллегам из облака вот с точки зрения стандартов ИБ каким стандартом вы соответствуете что вы декларируете и какое-то ну чувство уверенности доверия может придать клиентам и послушаем еще ответы клиентов будущих или текущих Ну я начну с того что вообще у клиентов довольно разные отношения к сертификациям стандартам и так далее ряд клиентов полностью доверяет сертификациям и для него это что-то значит а ряд клиентов говорят что это просто бумажки давайте мы проведем пентест вот мне кажется это важно тоже Ну тут стоит отметить что поскольку мы немного оторвались от так скажем западного мира и часть фреймворков связанных с безопасностью они остались там за дверью да условно и аудиторы которым условно там с международными шильдиками их тоже сейчас мало но это вот к вопросу о соке 2 тоже да и возвращаясь опять же к стандартам но у нас есть замечательный стандарт гос 57 508 с точкой 1 банка россии и точка 2 по аудиту который позволяет повысить уровень собственно доверия и насколько я знаю там яндекс облако соответствует этому стандарту есть PCI DSS более технический толмуд которому тоже как провайдер вы соответствуете возможно у вас есть соответствие ISO 27001 и же другим каким-то да я просто даже не стал перечислять потому что кажется уже это как это не новость что там большинство отечественных стандартов у нас покрыто ISO есть ГОСТ 5780 есть ФЗ 152 есть по первому УЗе вот там PCI DSS тоже который там все еще актуален все таки для банков вот я по этому просто перескочил сразу дальше то есть насколько вот именно клиентам важна именно сертификация ну то есть с формальной точки зрения понятно что важна но вот кажется что в последнее время на передний план еще выходит именно практическая безопасность ну таких стандартов у нас в стране пока нет и уже несколько лет ведутся работы совместно с ЦБ финансовым рынком по проработке такого стандарта для безопасности облачных сервисов но работа идет достаточно очень тяжело хочется верить что там ну может быть к 30-му году году у нас появится такой национальный стандарт а вот клиенты уважаемые какие стандарты вам придали бы уверенность которую предоставляет облачный провайдер но в первую очередь те которые нужны для во первых сертификаций если соответственно заказчику нужен определенный сертификат например LGPCI DSS то он даже не то что добавляет доверие он обязателен но тут уже вопросы какие именно пункты были закрытыми этой сертификации опять вернемся к тому же PCI что по дефолту должны закрыты там условно девятый уровень требований по физической безопасности если соответственно будет больше закрыто пунктов тем соответственно будет приятнее заказчику например многие провайдеры там если брать какие-нибудь сервисы колокейшена они не всегда учитывают своих требованиях там сканирование Wi-Fi сети как один из примеров если соответственно подрядчик готов выполнять больше чем нужно предоставлять больше услуг в части сертификации это всегда будет приятно заказчику и всегда больше будет доверия к этому а мне бы хотелось чтобы облачный облачный провайдер соответствовал стандарту JSMA SAS SM в плане гипервизоров это намного веселее чем PCI и все остальное а ты приходи на встречи с регуляторами и переноси свои предложения фичер-реквесты регулятор боюсь меня возненавидят за это Дима ты знаком с этим стандартом? да да печально да так вопрос из зала от Фетисова господина Фетисова он спрашивает как вы считаете будет ли полезно заказчикам если вы как провайдер инфраструктурных сервисов в облаке будете проверять фактическое соответствие неким своим требованиям по безопасности видимо речь идет о каких-то гайдлайнах ну какие-то бейзлайны да бейзлайны и так далее вот это наверняка сделалось проще можно автоматизировать чем там приводить внешнего подрядчика а тут спорный вопрос это скорее всего должно быть автоматизировано чтобы руки админов не касались инфраструктуры заказчика я конечно могу ошибаться не настоящий сварщик Леша наверное вопрос к тебе больше ну да я думаю здесь как это такие идеи точно есть это вопрос к вопросу разделения ответственности как раз вот там где верхние столбики были где вот что-то в зоне ответственности клиента например его параметры конфигурации да здесь мы тоже как бы помогаем и планируем дальше помогать то есть есть опыт международных облаков где есть такая практика как security center да когда некоторый инструмент в облаке проверяет сам насколько у вас правильно сконфигурировано облако и выдает отчеты то есть это автоматизация по сути комплайенса и мы тоже идем в эту сторону не укат есть еще да у нас есть и текущие решения партнеры которые поддерживают наш облако это вот Cloud Advisor NeoCAD другие ребята вот ну и то же самое на самом деле относится и к 360 здесь тоже я думаю Андрей не даст соврать что это актуально и для 360 сервисов ну с точки зрения логов я уже упоминал что конечно же все это как бы так же нас предоставляется и какие-то дополнительные инструментарии которые помогают обеспечить безопасность клиентов при работе с асными сервисами как на уровне обычных пользователей которые работают с почтой или диском так и на уровне администраторов которые настраивают эти доступы внутри организации своих которые используют остался сервис все эти инструменты представляются и развиваются мне интересно что кстати думает Дмитрий по этому поводу мы достаточно часто сталкиваемся с тем что если мы говорим особенно про клиентов не относившихся к огромным корпорациям все что угодно меньше то есть нет выделенного отдела compliance перед заказчиками встает прям вопрос а что же они должны делать при переносе той или иной системы опять же какая-нибудь непродуктивная система надо ли ее загонять под compliance вообще а может быть нет и ну вот универсального ответа делай так как написано в каком-нибудь одном едином документе и все у тебя будет хорошо его не существует и достаточно часто мы помогаем клиентам выбрать набор требований хорошему клиент если будет уметь их формировать сам складывать требования вместе ну клиенту будет легче жить Дим ну это же зависит наверное от размера компании зрелости ибэй вообще процессов внутри компании скорее всего такой запрос будет актуален для смб рынка условно там небольшой интернет магазин который развернул пару компьют клауд машин подключил там условно кавку поднял сайт и в добрый путь ему хотелось бы получить кнопочку бат а все ли у меня хорошо и безопасно там вопросы зал коллеги добрый день Васильев Сергей вот про слова сертифицированные и так далее возникает как раз вопрос про использование сертифицированной криптографии в облаке да потому что там чаще всего в формулярах проблемы с виртуализацией вот это вот все и второй вопрос на самом деле сразу просто кину это наверное к Алексею к Андрею потому что это и про облаке про 360 а как вы ну история с доверием как вы гарантируете что как раз таки ваши сотрудники ваши администраторы не имеют доступа к данным клиентов например в том же Яндекс.Диске да и ситуация когда сотрудник почему-то заходит на машину где крутятся данные клиента не заходит а может заходить может заходить а позвольте я наверное на первый вопрос отвечу сам потому что ну это моя больная тема как банковского специалиста дело в том что наши любимые регуляторы рядом с детским миром формируют достаточно тяжелые требования к СКЗИ которые эксплуатируются в среди виртуализации и технически выполнить все эти требования на виртуалке ну если цензурно сказать то очень сложно поэтому в нашем случае мы договорились с коллегами что всю нашу православную криптографию мы выносим в отдельный физический контур в точке присутствия на физических серверах по классу КС-2 и по интерконнекту по защищенным каналам уже взаимодействуем со всеми этими крипто штуками безусловно технически крипта работает спокойно в облаке но легализовать эту эксплуатацию опять же повторюсь очень сложно поэтому мы пошли им таким путем ведется еще работы совместно там с регуляторами и вендорами СКЗИ по проработке и технической и хочется сказать юридической но это не юридической это наверное выполнение требований формуляров и раибов возможно эта работа сложится она идет тоже тяжело со скрипом но мы стараемся по этому направлению по второму вопросу наверное или наоборот по первому передаю микрофон Алексею Андрею по шифрованию данных ну вот по шифрованию добивая тему на самом деле хочется сказать что зачастую бывает так что клиент как бы вот говорит что у него там КС-2 ему нужна сертифицированная криптография а на самом деле при более детальном рассмотрении модель угроз выясняется что там не обязательно на самом деле ему и КС-2 то есть может быть он просто немножко там неправильно составил модель угроз вот я бы призывал здесь более детально смотреть вот Леша это очень холиварная тема мы можем подискутировать с тобой отдельно да не будем туда уходить криптография это вообще отдельная наука вот а по гарантии доступа ну здесь у нас множество технических и организационных контрмер которые не позволяют бесконтрольно иметь доступ к данным клиентов в облаке если вкратце тут наверное можно долго расписывать но у нас там есть куча докладов на эту тему документов вот наверное тут полчаса не хватит даже можно я вопрос задам давай а как вы защищаетесь от сетевого митма от чего от митма мужик посередине ну так же как и весь мир ну то есть есть определенные средства защиты от этого. А у тебя знаешь такую аббревиатуру? МТЛС. Конечно. SSL, пиннинг, МТЛС, да, вот эти все штуки. Нет, прекрасно. Какой-нибудь клиент разместил на двух каких-нибудь ЕЦ2-шках в облаке. С одной стороны базу, а с другой приложеньку. И клиент сам, можно сказать, некомпетентен. И инженер недобросовестный решил послушать сетевой трафик. Есть ли какая-нибудь защита от этого? Инженеры имеют в виду облачные, да, в смысле провайдера? Да, да, конечно. Ну, вот как минимум можно использовать МТЛС, когда быть уверенным, что никто не перехватывает трафик. Как максимум это довольно сложно сделать, потому что сетевому инженеру тяжело подключиться, проснифить конкретно трафик, конкретно виртуальной машины, да, то есть если он сделает это на уровне там дата-центра, он получит просто огромнейший поток каких-то непонятных данных, да, его тут же там поймают за руку и так далее. Я думаю, что сетевой инженер просто не имеет доступ на уровне гипервизора, чтобы перехватить трафик. Да, бесконтрольного доступа здесь точно нет, у нас сидят отдельные ребята, которые мониторят круглосуточно это, и здесь мы сильно вкладываемся. Тут я добавлю, на самом деле, тут очень большое значение, когда вот эти вопросы обсуждаются, они очень правильные, с одной стороны, про как бы доступ со стороны сотрудников провайдера к данным клиента, но с другой стороны, они также сложные с точки зрения нам объяснение, потому что все зависит от конкретной архитектуры конкретного сервиса. Например, в случае там почты и диска нет базы, куда можно зайти, сделать SQL-запрос и получить данные клиента, как бы и неважно, там админ ты в этой базе или нет, такой базы просто нет. Эти данные лежат в хранилище, где функционал поиска вообще не поддержан. Там эта конструкция работает по другой схеме. Есть куча secretion of duties, когда как бы одни команды управляют, по сути, ну контейнерами, которые занимаются реализацией, какой-то функционал, а другие команды управляют как раз как то, что связано с хранилищами. Вот. Если на это, короче, в деталях смотреть, то там становится понятно, что, ну, вот эти вопросы, они требуют детального обсуждения, глядя на как раз-таки конкретную архитектуру того или иного сервиса. Тут на самом деле даже ответный вопрос может быть, как вы в своей инфраструктуре как клиент защищаетесь от того, что сетевой инженер перехватит трафик тоже, да, там, который сетевой инженер явно не должен видеть, например. Здесь похоже. Мне кажется, тема для отдельного, отдельной дискуссии, там и бастионные хосты, там и двухфакторка, и мониторинг с помощью скьюти-опрешен-центра на разных уровнях. В общем, там много чего стоит для того, чтобы исключить такие вещи. Мне кажется, Станислав, тебе надо посетить конференцию NextHop от облака, которая будет в этом году, да, Леш? Да, и на экскурсию в дата-центр еще можно сходить. Я тебя по плату могу организовать. Лев мне и к регуляторам сходите на конференцию в дата-центр, да? В тему сертифицированных средств защиты, если можно, вопрос тоже от Андрея Сакова. Хороший вопрос. Когда появится продукт, защищенная, киберустойчивая, стандартная, сертифицированная в стекам частное облако для организации ОПК? Тут вопрос, наверное, к Яну. Следующий вопрос. У нас нету релевантных людей. Да, частное облако, к сожалению, да, речь идет про публичные сервисы, публичные облака. Частные облака, это вообще отдельная песня, там много чего. Я слышал, на рынке есть такие облака, которые продают облако, как он примесился в решение. По-моему, синенькая, две синих компании и, возможно, зеленая. Название не помню, если честно. Да, но сертифицированные ли они? Для ОПК? Для ОПК это отдельная история, потому что у Минобороны-то свои стандарты еще по сертификации. Это упражнение сильно тяжелее. Ну, вопрос хороший. Да, очень хороший. Есть еще вопросы зала, если, как бы, Лев, решай. Давай, мне кажется, надо немножко взбодрить ребята, то засыпают в зале. Вон Ваня сидит, скучает, даже вопросы не задает. Поднимайте руку смелее, друзья. Все, что вас интересует, задавайте. Ну, тогда… А, кстати, у нас НГФВ есть в облаке же, точно. Ну, давай, Рамя, последний вопрос, и будем закругляться. Да, давайте. Что делать? А, тут много вопросов было про инциденты, и один из них, вот Юрий задал, говорили про инциденты, и что платформа готова помогать расследовать. Вопрос, а как помогать? Есть ли какие-то фреймворки взаимодействия между сертом провайдера и сертом клиента? Это бесплатно? Как вообще это все происходит? Да, ну, это происходит бесплатно, да. Собственно, в чем это, как бы, заключается? Ну, если происходит какой-то инцидент у клиента, например, там, не знаю, может быть, какую-то базу данных пошифровали снаружи, или GitLab там наружу открыт, что-то утекло. Вот, обычно к нам обращаются, там, через аккаунт менеджера, клиент. Мы смотрим, как мы можем помочь, выгружаем какие-то логи с сетевого оборудования, с хостов, возможно. Подключаем наш сирт, да, то есть делимся экспертизой. Вот, но обычно это, здесь нет какого-то жесткого регламента, обычно это происходит, как бы, вот, ad hoc. То есть это не SOC как сервис? Да, это не SOC как сервис, поэтому там нет каких-то конкретных SLA, но, как правило, мы помогаем по мере необходимости довольно оперативно. Леша, ну там стоит добавить, наверное, твой комментарий бесплатно в рамках контракта, за который деньги платит клиент. Безусловно, да, если это там какой-то совсем маленький клиент и его там похакали, вот, мы, конечно, тоже поможем, но не факт, что это будет происходить прямо через минуту. Но SLA будет, соответственно, чуть больше. Да. Есть еще интересные вопросы, Рами? Что, как быть клиенту, если в какой-то момент облачная платформа просто исчезнет, чтобы это не значило? Мне кажется, с учетом того, что облачная платформа, как правило, георазнесены по стране, как минимум там на несколько сот километров, по крайней мере, в части Яндекс.Облака могу утверждать. Если оно перестанет существовать, ну, кажется, пришла ядерная зима. Или три трактора переехали. Так и не нужно никому. Может быть, ребята, у вас есть свое мнение? Или в зале кто-то думает по-другому? Хотя, хотя, можно вспомнить историю с Ажуром и ЭВСом, платить же не будем, соответственно, и облака, кажется, тоже отсутствует. Но в России за облакаты мы можем платить, кажется. Та же история с Ажуром и ЭВСом показала, на мой взгляд, то, что вроде никто из-за этого не умер. То есть, наверное, кто-то… У кого-то было много бессонных ночей, но, кажется, все выжили. Ну, да, на магнитке я разговаривал с ребятами из реального сектора, и они переезжали, по-моему, из ЭВСа в Яндекс.Облако, в большую компанию вместе с САПом. Переехали достаточно быстро и почти безболезненно. По крайней мере, негатива я не услышал. Ну, опять же, те, кто совсем переживает за исчезновение облака, всегда может использовать гибридный сценарий, когда есть бэкап в он премии или в другом облаке, в соседнем каком-нибудь. Вот, то есть, это уже решаемо в индустрии. Кажется, можно подводить черту к нашему диалогу. Мы постарались, конечно, беседу сделать более живой, интенсивной. Зал немножко вяленький, но… Ну, видимо, все уже. Уже устали. Хочется ужинать, да. Под итогами, наверное, подвести, что все-таки беспокоит заказчиков, клиентов, это разделение ответственности… Особенно наше сайте. …провайдерам, да, и уровень доверия. И не хватает все-таки у нас, как бы это ни звучало там прискорбно, регуляторики для облачных провайдеров, которая бы позволила и провайдерам, выполняя эти требования, повысить уровень доверия клиентов, и клиентам повысить уровень доверия к облачным провайдерам. И, наверное, осталось выделить интересные вопросы Раме, которые заслуживают мерча от облака. А можно краткий комментарий? Вот, может, не надо новой регуляторики, давайте мы существующую адаптируем. А какая существующая, Андрей? Ну, давай обсудим. Нет, я имею в виду, что мой коммент заключается в том, что, на самом деле, когда мы смотрим на какие-то там стандарты, на тот же ГОС-57-580, например, или на 3.21 приказов стэк, оно уже не учитывает облачную специфику от слова совсем. Это, кстати, такая же проблема с точки зрения криптографии. Формуляры, которые разрабатывались для СКЗИ, они отталкиваются от того, что виртуальной средой управляет тот, кто разворачивает СКЗИ. И вот эти проблемы, мы везде на них натыкаемся. Надо хотя бы здесь сначала прочитать, чтобы всем стало удобнее. А то, получается, мы, не справившись здесь, начнем какую-то новую регуляторику создавать. Дело в том, что, понимаешь, Андрей, если мы снизу не пойдем, то сверху нам положат. Нам, на нас, не знаю, как правильно. Давайте выберем три самых классных ответа. Ответы или вопросы. Отвечали там. То есть вопрос, да. Я готов получить приз. Договорились. Ты, наверное, озвучь вопросы, а зал поаплодирует. И выберем по громкости аплодисментов лучший вопрос. Я бы про исчезновение облака уже сразу занес в топ-3. Какой? Про исчезновение облака. Про исчезновение облака, да. Еще у нас был вопрос от Екатерины L по поводу СОК-2. У нас был вопрос на тему того, что как большой процент сокрытия, ссылаясь на опыт НКЦКИ от Вадима. У нас... А, давайте... От Екатерины вопрос. ПОСОК-2. Давайте аплодируем. Кому понравился. Вопрос от Вадима по поводу сокрытия. Большого процента сокрытия. Никому не понравился. А сокрытие чего? Инцидентов? Да, да, да. Что вчера Иван Миняев от НКЦКИ озвучил мысль, что скрывают. А как облако? Какие инструменты есть в облаке для того, чтобы этого не происходило? Причем он сам себе не поаплодировал даже за этот вопрос. Он вообще-то никому не знает. Да. Окей. Потом про готовность помогать расследовать. От Юры. У нас также был вопрос вот в живом формате из зала. Гости задавали вопросы с первого ряда. Рами, а мне понравился вопрос про ОПК. Про ОПК отличный вопрос вообще от Андрея Сакова. Мне тоже понравился. Давайте аплодировать. Поздравляем. Да. И еще был вопрос по поводу соответствия к каким-то гайдлайнам и так далее. Давайте тоже поаплодируем. Мне кажется, у нас есть три победителя. Вопрос от Катерины Л. От господина Фетисова. Донат Фетисов. И Андрей Исаков. Да? Все согласны? Все. Спасибо вам большое за участие. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ